Детские лагеря будут работать по-новому. Вице-премьер Ольга Городец поручила Министерству образования и науки разработать стандарты оказания услуг в детских оздоровительных лагерях. Кроме этого, предложено проанализировать экономику системы оздоровления детей в целом, а уже после принять решение о нормах ценообразования на путевки и новых мерах господдержки летнего отдыха ребят. Об этом сообщает российская газета, а продолжит обзор прессы моя коллега Анастасия Калинина. Спасибо, Станислав. Тариф штрафной, за что саратовцев наказывают рублем. С каждым годом штрафы, которые накладываются на горожан за определенные виды правонарушений, тихо и незаметно растут. И нередко узнать об этом гражданин может только тогда, когда приходится делиться с государством частью своей зарплаты и порой существенной частью. В особенностях и размерах денежных взысканий разбирался МК в Саратове. А также в этом номере вы узнаете, почему жители Новой Гвинеи считают европейцев бессмысленно жестокими дикарями. Миллион на планктон. Морской биолог Александр Семенов собирается стать российским кусто. Погрузиться на дно океанов там, где никто этого не делал. И снять неизвестные науки подводных обитателей техникой, какой не было даже у Кэмерона. Об этом и не только читайте на страницах комсомольской правды. Что же происходит в жизни звезд? На сцене нужно выглядеть по-королевски, уверена певица Слава. Поэтому в последний день весны на церемонию вручения премии телеканала РУ-ТВ Слава непременно наденет шикарное платье в пол. К тому, что со своими нарядами она частенько попадает в курьезные истории, певица относится с юмором, о чем поведала корреспондентом теленедели. В журнале Телесемья 14 мая читайте очень личное интервью с Даной Борисовой. Как она похудела на 30 килограммов, изменила свою внешность за 3 миллиона и что ей это дало. В этом же номере читайте модные ромбы, кривые линии, треугольники и зигзаги. Как правильно использовать аксессуары с геометрическими фигурами этим летом. На этом сегодня у меня все. А что нового и интересного появится на страницах свежей прессы, я вам расскажу в следующую среду. Спасибо, Анастасия.